Всем привет! Я заключил свой первый кредит. Мало денег или что? Давайте разбираться. Я хотел сегодня поговорить о теме беспроцентных кредитов или финансирования. И я не знаю, в России распространено или нет, но в Германии можно заключить такое буквально на всё. Вот идёшь ты в Медиамарк, например, и решил купить весы за, не знаю, 10 евро. И можно финансировать их. То есть всё можно, мебель, куда ни глянь, что не продаётся в магазинах, всё можно за 0% финансировать. И сегодня в качестве полезной информации я скажу, в чём заключаются плюсы и, конечно же, минусы такого финансирования, если вы задумались. И в том числе я расскажу об одной истории, которая пошла дальше. И, возможно, она когда-нибудь пойдёт ещё дальше, и тогда всё взорвётся, случится мировой коллапс очередной. Плюсы такого финансирования. Тебе не обязательно иметь стартовый капитал, то есть сумма какого-то агрегата. Например, мы купили MacBook Camille Pro, и эту сумму можно разделить на год, на два, а то и на три. То же самое происходит с машинами, то же самое происходит и с мобильниками. И если у тебя нет денег, или ты знаешь, что они появятся позже, то ты сейчас уже можешь взять и вот эти 0%, то есть как-то маленькими дозами начать выплачивать, а потом, когда появятся деньги, уже в том числе даже у некоторых банков есть такие опции выплатить сразу, чтобы не париться с этими маленькими частями. Но есть и минусы. Минусы, конечно же, заключаются в том, что зачастую люди, и в кругу моих знакомых имеются такие, в том числе, которые смотрят на сумму и ужасаются. Например, iPhone 1600 евро, блин, как это дорого. Или там, не знаю, какая-то мелкая версия его за 1100 или 1200 для простоты счета. И им предлагать беспроцентный кредит на год, 12 месяцев, из дорогих 1200 евро появляется всего лишь 100 евро в месяц. И это уже совсем не больно. И люди покупают то, что им изначально казалось очень дорогим. То есть это, конечно же, влияет на наше восприятие цены. И поэтому можно иногда либо купить вещь, которую ты, особенно если на долгое время ты заключишь кредит или финансирование, просто когда-нибудь не сможешь платить эту сумму. То есть не рассчитаешь, что да, вроде да, смогу, да, смогу. А это смогу, нужно растянуть на несколько лет иногда. И иногда не получается. Конечно же, минус в том числе заключается не в одном, не смогу. Окей, это айфончик 100 евро. Действительно не больно, можешь себе позволить каждый на год. Но потом ты покупаешь не только айфончик, но и различную технику по дому. Там пылесосы какие-то дорогие, мили и технику другую, там комбайнеры. Без понятия, что холодильники. Все в 0%. И набираются вот эти маленькие суммы. Становится уже 500 евро в месяц. И уже становится очень больно. Иногда невыносимо больно, что нужно продавать вещи. Тоже в объявлениях часто читаешь причину. Просто нужны деньги. Нужны деньги сейчас. Некоторые продают, что я там, компьютер, по-моему, какую-то запчасть купил. И чувак прямо просил, что, блин, у него сейчас вообще денег нет до конца месяца. Нужно вот сейчас деньги перевести. И потом месяц прошел. Я говорю, ну, а какой-то просто мы с ним переписывались довольно-таки плотненько. И поэтому меня заинтересовало. И я у него спросил, а какой ты сейчас процессор купил? Или вообще какой-то компьютер из Плюда? Да, я говорю, тот же самый. Просто деньги появились снова. Вот настолько люди не подрасчитывают. Даже в Германии. Это, конечно же, минус. Поговорим теперь о других вещах. Это, я думаю, что большинству из вас эти плюсы и минусы были известны. Однако, вот, минусы, да, поосторожней. Все-таки, конечно же, больше осознанности. Да, это то, что я вам пожелал на Новый год, кто смотрел. И здесь, фактически, если это дорого, то это дорого, наверное, для тебя. Нужно больше зарабатывать или что-ли. Эта вещь тебе просто не нужна. Но какие плюсы тому, кто продает? Конечно же, сумма, за которую продает магазин, в итоге, скажем, 500 евро, ее не нужно снижать настолько низко, чтобы она стала атрактивной. То есть, сама цена стала атрактивной, привлекательной для тебя, как потенциального покупателя. И достаточно скопилироваться с банком и сказать, вот, 0% финансирования. Поэтому и 500 вроде кажется не такими дорогими. И можно продать вещь. Потому что, если продавец снизит цену, то есть, с 500, скажем, до 400, то поднять ее снова будет уже очень сложно. И гораздо легче сделать 0%. Это сохраняет цену в итоге. И в будущем, в зависимости от того, как рынок разовьется именно по конкретному продукту, можно будет и цену тоже понизить. И все равно 0% предлагать. Или 0% предлагать только на новую коллекцию уже и прочее. То есть, разные тактики есть. Вроде бы... И тут мы подходим, вот, наверное, я не буду сильно растягивать, к своей вот истории MacBook Pro. Я хотел заплатить сразу. То есть, я ни разу не заключал кредиты в своей жизни. И всегда платил сразу. И сумма была. То есть, без проблем. Но! Была скидка 100 евро. Обычная. И 150 евро, если берешь 0% финансирования. Я вот этого серьезно не понял. Но специально, в том числе, я думаю, для видео подготовиться. Почитал, что да как. Расскажу мысли по этому поводу. Но для начала это было шоком. То есть, ты берешь финансирование, выплачиваешь 12 месяцев. Очень долго и прочее. И это поощряется. 50 евро скидки. Ты хочешь отдать деньги сразу, чтобы в магазине сразу были деньги. И все у него было круто. Вроде так работает рынок. Но ты получишь, получается, минус 50 даже. И, конечно же, я заключил финансирование 0%. Да. То есть, это, наверное, было довольно-таки просто неизбежно. Но в итоге я задачился вопросом. Какой плюс вообще от этого банку или что? Или продавцу? Они не получают деньги сразу. Они платят 50 евро еще сверху. В чем плюс? На самом деле, это вот, как я уже сказал, сохранение цены товара. В итоге 0% и скидка еще на 0% тянет потенциального покупателя именно к этому магазину. Именно к этому продукту он становится более привлекательным. И банку это тоже очень выгодно. Он получает ваши ценнейшие данные. Я столько данных всяких ввел, сколько я получаю, сколько отдаю. Веб-ID, по видеосъемке, паспорт свой показывал и прочее. Кто я такой, зачем, откуда, где последний раз жил, где сейчас живу, сколько я здесь живу. И куча всяких вопросов, куча всяких данных, которыми... Это уже теория заговора, да. Но хотите, верьте в нее, хотите нет. Этими данными потом торгуют. И, да, мы часто очень слышим, 3 миллиона там таких-то, таких-то данных были украдены и прочее. По теории заговора это просто громкие истории о несуществующих хакерах. О том, чтобы... Если твои данные когда-то где-то всплывут, и ты скажешь, а какого хрена, откуда они ушли? Тебе скажут, а вот помните, там хакера взломали. Но это все теории заговора. Давайте ее в сторону. Дальше, значит, они получают данные. И в том числе, этими данными они сами даже могут руководствоваться. Это совершенно легально для банка будет. И специально для вас, скажем, они узнают, что не так много он зарабатывает. И, возможно, он хочет там новый iMac Pro за 5 тысяч. И, возможно, ему нужен будет хороший кредит. Они сделают специальное предложение, специальное для меня, пошлют мне. И потенциально я его подпишу. И это, конечно, плюс для банка. За это банк, конечно же, платит 50 евро. Или продавец. Вместе они все копирируются. И различные части, соответственно, этого предложения как-то на себя берут. И в итоге платят за мои данные 50 евро. О, 50 евро! Не знаю, дорого или дешево. Не знаю, сколько в России стоят данные обычного, простого смертного. Но вот так вот, собственно, оно и произошло. Сколько вы кредитов взяли в свою жизнь? Мне 31. Первый кредит в жизни подписал. Сколько вам? И сколько кредитов вы уже подписали в своей жизни? Дайте мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. До-до! Субтитры сделал DimaTorzok